Что мы сегодня попробуем открыть нашу новую рубрику рассказы про интересные книжки, которыми мы пользуемся, которые нам показались важными в сфере мебели, в сфере искусства, может быть, архитектуры, ну и в каких-то смежных областях с мебелью. Первая книжка будет книгой по маркетри, так как мы много занимаемся маркетри, это не то чтобы наше основное направление, но я учился, занимался маркетри, но в принципе бывают интересные заказы с маркетри, но такая тема просто нам близкая, мы очень любим эту технику, поэтому первая книга у нас будет Пьер Раймонда маркетри. Стоит сказать, что это в принципе так называемая библия маркетри, потому что в ней находится вся информация и собрана вся информация по многочисленным техникам, материалам, истории маркетри, различным мастерам, нюансам и каким-то еще деталям. Пьер Раймонда это очень известный мастер, возможно не столько мастер, сколько преподаватель, потому что он был мастером, в свое время работал в мастерской очень долго, но после этого где-то в наверное 60-70-х годах начал преподавать в школе Буля и в принципе все его преподавание вылилось вот в такие книги, это один первый том называется маркетри и есть еще другие 4 тома, это три тома истории маркетри и один том, посвященный только одному мебельщику, это том, посвященный Андре Шарлю Булю, где рассматривается лично его творчество, лично его исторический путь и его биография, ну и конечно же все его предметы, которые атрибутируются ему и сделаны в его мастерской. Сегодня мы рассмотрим эту книгу, так как она первая и в принципе на наш взгляд является наверное самой важной книгой по маркетри и другой наверное такой я не могу припомнить, есть очень интересные, но это в принципе такая самая важная, самая главная. Стоит сказать, что эта книга по технике маркетри пиленая, то есть это пиленая маркетри, пиленая лобзиком или там инкрустация, то есть это не касается резачкового маркетри, которое в России достаточно широко распространено, это именно относится к такому французскому и европейскому типу маркетри. Вот, соответственно, в этой книге мы находим некоторую предысторию и саму историю маркетри. Что нравится в книгах Пьера Раймонда, это очень большое количество иллюстраций. И любая литература, посвященная искусству, посвященная какому-то декоративно-прикладному творчеству, конечно, должна изобиловать фотографиями, рисунками и какими-то иллюстративным материалом интересным. Тут мы видим в главах по истории мебели достаточно хорошее и большое описание с изображениями различных предметов. Вот, допустим, описание техники буль и его предметы, одни из самых интересных. Вот и так далее. В принципе, проходится вся история. Тут у нас очень много закладок, мы не будем их вытаскивать, потому что мы очень часто обращаемся ко всем этим страницам, чтобы потом не потерять, чтобы не искать долго. Вот, в том числе в этой книге тоже присутствуют такие отрисовки. Это отрисовки маркетри, выполненные студентами Пьера Раймонда, с которых можно делать, в принципе, наборы, брать их, увеличивать, подгонять под масштаб и вырезать наборы. В принципе, это и есть такая практика, на этом и учится маркетри. После того, как заканчивается история по маркетри, начинаются следующие главы, посвященные, наверное, материалу, если я не ошибаюсь. И, кстати, стоит сказать, что история маркетри тут затрагивает и достаточно современное время, то есть не заканчивается на эпохе арт-деко, и тут есть Спендлера, различные маркетри и какие-то более даже современные выходцев, скорее всего, из школы Буля французской. В принципе, еще, наверное, забыл сказать, что Пьер Раймонда – это такой учитель по маркетри, который на данный момент, ну, точнее, за свою карьеру обучил очень много людей этому ремеслу, и почти все из них стали, ну, очень хорошими мастерами. И в данный момент всех мастеров, которых вы можете вспомнить, там, Сила Скопп, Яник Честенг, Патрик Эдвард и, ну, еще достаточно много людей, которые на очень высоком уровне занимаются маркетри. Это все ученики Пьера Раймонда, все сейчас работают или в музеях, или делают какие-то свои предметы очень высокого уровня. Это вот все его ученики, и он, конечно, создал очень большую такую базу, очень большую школу по маркетри, в принципе, которую вот в этих пяти томах и описал. Дальше у нас идет глава – это про вообще как бы мастерскую маркетри, что в ней находится, что должно быть, какие немножко описания, какие были раньше. Немножко описания про панцирь-черепахи. И дальше у нас идет глава, посвященная материалам. Это, соответственно, рассказ про шпоны, про то, как они пилились раньше, про то, как они пилятся сейчас, про то, как вот, допустим, во Франции мастерская, которая до сих пор пилит на таких станках, существует. Можно до сих пор там купить у них шпон. У них мастерской, я когда был, владелец показывал, что у них есть черное дерево, допустим, еще с 1800-х годов лежит. Это все, в принципе, можно заказать, они напилят и вам пришлют. Также главы, посвященные окрашиванию, протравливанию шпона, тоже интересные рецепты. В принципе, рабочие, ими можно пользоваться. И окрашивание достаточно сложная техника. Не всегда сразу получается достичь нужного результата, но со временем все получается. Кости, рог, перламутр, то есть, в принципе, тут кожа ската описываются все возможные материалы. Можно небольшое описание для себя найти, какие-то тонкости, как работать с материалом, где добывается, и так далее. Про металлы, рассказы. Глава, посвященная инструменту, да, то есть это простые лобзики. Шевалье-станок, различные горизонтальные станки, пропилки. И вот дальше уже пойдет про дизайн, про рисунки. Интересные материалы тут приведены, из которых тоже можно отрисовывать. Это какие-то наборы, копии из музеев, что есть и в следующих четырех томах, которые мы потом тоже как-нибудь обязательно покажем. То есть, в принципе, вот такие наборы вы можете делать, а на самом деле это набор с какого-то королевского предмета из Версали. Вот это, допустим, из Шантини резинера. То есть, вы, в принципе, можете практиковаться на таких наборах. Глава, посвященная подготовке материала к набору и, соответственно, сам процесс выпиливания. Очень хорошо тут описана техника буль. Выпиливание сразу нескольких наборов с металлом и, допустим, черным деревом, самые распространенные. Ну и, соответственно, сбор набора, гравировки. Есть некоторые легкие рисунки и даже вот такие, как назвать, разлеты, в которых можно посмотреть, как это все, в принципе, собирается подетально. Также, по-моему, тут есть глава небольшая, посвященная реставрации техники буля. Это карета, которую реставрировали. И очень интересная техника, когда полностью набор отклеивали панцирь черепахи и латуни. И реставрировали основу, реставрировали набор и потом приклеивали. Рассказ про Пьетро Дуро-мозаику есть небольшой. Ну и, в принципе, дальше идут просто технические различные интересные вещи. Как нарезать жилки, как собирать различные рубашки, рамки. То есть, в принципе, это такая информация, которая вроде бы известная. И каждый мебельщик вроде как все это знает, да, какие-то схемы, все это в голове. Но иногда вызывают вопросы. И, в принципе, иногда даже мы лишний раз просто обращаемся к книжке, чтобы посмотреть, как тот или иной метод работает, как правильно его делать, как делать какие-то сложные наборы. Вот какие-то такие, да, наборные там фасады или столешницы, если бывают такие заказы, конечно. И тут уже в самом конце, если я не ошибаюсь, будет, да, глава, посвященная инструменту, где есть схемы, в которых вы можете увидеть, как устроены лобзик или станок-шевалье или горизонтальный станок. И, в принципе, это все можно повторить. Вот, допустим, наши ребята, знакомые из Питера, мастерская Саша Багрова, они сделали станок-шевалье очень давно. И сейчас они уже повторили, вот, по-моему, вот этот, если я не ошибаюсь, горизонтальный станок для горизонтального пиления. Вот, в принципе, тут вроде бы все. Да, наверное, на этом мы и закончим, потому что тут схема уже с электрической подачей. Я думаю, что больше тут, по-моему, ничего уже нет. Вот в конце есть еще набор как раз-таки из кареты. И что хотелось бы, наверное, сказать в заключении, это то, что если вы хотите заняться марки 3, хотите заняться пропильным марки 3, то хотите, наверное, правильно заняться, то есть научиться правильно его делать, то, наверное, эта книга вам точно нужна. Она очень интересная. Там есть ответы почти на все, я думаю, вопросы, которые вам могут прийти в голову, что как делать, что как работает, откуда взять. То есть там даже есть какие-то базовые наборы, которые вы можете взять какой-то не весь набор, а кусочек, да, обвести там, или просто отсканировать, распечатать где-то там у себя в типографии на районе. И просто дома сидеть, взять лобзик, взять какие-то породы дерева и начать выпиливать, и, в принципе, у вас все получится. Там никакой сложности нет, там только практика. Поэтому думаю, что эта книга — это то, что вам для начала нужно, и она станет вашей такой основой, хороший фундамент в вашей практике по марки 3. Вот, в общем, для первого обзора книги, я думаю, хватит. Надеюсь, вам понравится такой новый наш плейлист, такой подход к подаче материала. И думаю, что если все будет хорошо, мы продолжим и будем вам рассказывать про еще какие-то интересные книги, в том числе и не только по мебели, а по каким-то, может быть, чуть-чуть более отдаленным от мебели областям знаний. Вот, но посмотрим. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось, что лучше, что хуже, что хотели бы добавить, что хотели бы увидеть. И спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, ставьте лайки, дизлайки. И все, пока, увидимся.